Привет, друзья! Ну что, многие просят рассказать, как сделать солод в домашних условиях. Я вроде посмотрел на ютубе, там как бы полно этих роликов, каждый делает, есть правильно, есть неправильно, но как-то без объяснения с научной точки зрения, что, как, почему, зачем, из-за чего это все происходит. Ну, тоже решил тогда сделать ролик, но с точки зрения науки, как это все происходит. Так что, погнали! Друзья, хочу сразу предупредить, если будут попадаться какие-то заумные слова, типа, гиббериллины вызывают биосинтез белковых факторов транскрипции, которые узнают про мотор гена, кодирующего биосинтез. Это... Не обращайте внимания, это все понты. Сам еле выучил. Гиббериллины вызывают синтез белковых факторов транскрипции. Синтез белковых факторов транскрипции, блин! Гиббериллины вызывают... Задолбался, а? Ну что, давайте разберемся, какие процессы происходят при солодорощении. Что такое зерно? Зерно, это зародыш. Зародыш растения. И оно дышит, поглощает кислород, выделяет углекислый газ. Вот зерно в разрезе. Качество, правда, не очень. Оболочечка, зародыш наших листиков и корешков. И запас провианта в виде крахмала. Так называемый эндосперм. Вот этот эндосперм нас и больше всего интересует. Потому что нам нужен крахмал, как источник сахаров. Для солода надо использовать только хорошо отлежавшиеся зерна ячменя. Не меньше 6-8 недель они должны отлежаться. Скажем так, стабилизироваться. Иначе у них не будет нужной всхожести. Они могут не прорастать, прорастать неравномерно. Поэтому и при выборе обязательно посмотрите, чтобы не было никаких сморщенных зерен. Зерна ячменя должны быть ровные, одинаковые, без видимых повреждений. Чтобы не было таких вот сухих сморщенных зерен. Вот с такими вот потемнениями. И хуже всего вот такие вот розовые образования. Это фузариоз. Грибок. Очень-очень нехороший грибок. Который потом может создать очень много проблем. Вот отличный пример хорошего ячменя. Вообще, в принципе, ячмень надо в идеале выбирать пивоваренный. В котором процент белка составляет не выше 11,5-12%. Вот. Чтобы не было мутного пива, помутнения, как в пшеничном пиве. Где процент белка достигает 25% пшеницы. Влажность сухого ячменя держится в пределах 14-16%. Это хорошо отлежавшийся ячмень. Вот. Который уже можно, в принципе, использовать для проращивания. Вот. Чтобы восстановить его жизненные функции, нужна влажность минимум 30%. Но для того, чтобы накопить там максимальное количество ферментов, надо сделать влажность в зерне. В пределах 43-48%. Конечно, мы его будем замачивать, но замачивать будем в несколько этапов. Зерно начинает интенсивно очень дышать и ему очень не хватает кислорода. Поэтому замачивать, заквашивать зерно на много часов вообще не надо. Нельзя. Потому что при этом недостатки кислорода образуется анаэродное дыхание у зерна. И получается там, что производятся клеточные яды, альдегиды всякие, которые абсолютно не нужны в зерне. И на долю аэрации во время всего режима замачивания приходится 80%. В 80% оно должно дышать. И только 20% оно должно напитывать влагу. Чтобы правильно прорастить зерно, вот нужен рекомендуемый вот такой режим замачивания в несколько этапов. То есть у нас идет водяная пауза первая. Мы промываем зерно, заливаем его водой на 4 часа. Это первая у нас пауза. Через 2 часа у нас идет аэрация. То есть мы сливаем воду и даем зерну продышаться. Вот 2-й, 3-й час по 15 минут. Два раза мы его достаем. На 15 минут подышать. И потом у нас идет воздушная пауза в течение 20 часов. То есть первая у нас пауза идет замачивание в течение 24 часов. У нас за это время зерно насытится влагой от 14-16 до 30, там до 34 процентов должно насытиться. После суток идет вторая водяная пауза в течение 3 часов. То есть после просушки, после аэрации в течение 20 часов мы зерно опять замачиваем на 3 часа. И при этом опять каждый час по 15 минут его достаем продышаться. И вот в течение этого времени у нас влажность повысится от 34 до 38 процентов. Но в нашем случае она может и от 45 до 50 процентов. Или можно сделать еще по методу не замачивания в стоячей воде, а промывания зерна. Для этого можно использовать вот такой вот график. При этом способе зерно постоянно орошается водой, а излишки воды стекают. Преимущество этого метода в том, что при нем вода постоянно аэрируется, и зерно дышит под водой. А так как зерно использует весь кислород из воды в течение 15 минут, то этот метод позволяет быстрее производить замачивание. Когда вода проникает в зерно, вот здесь вот в зародышах растворяются такие фитогормоны, гиббереллины. Помните, я тогда бубнил всякие заклятия. Вот. Это гиббереллины проникают в область зерна, и тут есть такой аллероновый слой. Там активируются ферменты. Ферменты, которые мы все хорошо знаем. Это альфа-амилаза, бета-амилаза, бета-глюканаза, пептидаза, ну и так далее. Которые помогают расщеплять все питательные вещества для начала роста растения. Так как молодое растение не может самостоятельно фотосинтезировать углеводы, оно должно как-то развиваться. Для построения корешков, листика, ему нужны питательные вещества. Углеводы, белки и так далее. Для этого эти ферменты расщепляют эндосперм. А так как эндосперм, крахмал, находится в высокомолекулярной форме, такой, сейчас покажу. Вот это вот шарики, вот эти вот все кругляшки, это крахмал. Очень плотно, плотно свернут, упакованный крахмал в таких вот мешках. Вот это вот пленочки такие, глюкановые, это белковые такие соединения, очень плотные, как пакеты такие. И практически невозможно этот крахмал достать. То есть для питания растению надо этот крахмал растворить, чтобы употребить по назначению. А для этого нужны ферменты, чтобы вот эти вот глюкановые оболочки, пленки, растворить и крахмал достать. Вот еще эндосперм. Тоже вот. Вот это вот все, это глюкановые оболочки, мешки такие, в которых находится вот этот вот, скажем так, спрессованный крахмал, который нужно достать. Вот то же самое. Вот они, гранулы крахмала, вот стенки этих глюканов, протеина белкового, которые бета-глюканаза, например, расщепляет, она растворяет эти стенки и крахмал получается доступный. После того, как бета-глюканаза поработала, вот получается вот такая вот картина. Обрывки глюкановых стенок, оболочек и зерна крахмала, которые уже можно, в принципе, употреблять растению для построения корешков и листьев. Потом даже начинают работать вот эти вот бета-амилаза, альфа-милаза, вот эти вот дырочки в крахмале, это уже работа всяких там амилаз, которые начинают дробить, расщеплять крахмал на простые углеводы. А вот посмотрите, как отличаются эндосперм ячменя и пшеница. Насколько в пшенице крахмальные шарики мельче, чем в ячмене. И даже при солодорощении в пшенице растворение глюкановых оболочек происходит на среднем уровне, не так хорошо, как в ячмене. Поэтому пшеница и солод пшеничный, он такой твердый на ощупь, его тяжело размолоть, его тяжело достать крахмал оттуда. Поэтому для пшенички вообще рекомендуют отварки. еще большая разительная разница с ячменем у риса. Насколько большие шарики крахмала в ячмене и какие маленькие спрессованные гранулы этого крахмала в рисе. Очень плотные, очень тяжело их достать. Кстати, крахмал риса намного тяжелее клеистеризуется при более высокой температуре. поэтому при добавлении риса в пиво в затор рис рекомендуется сначала отварить при более высокой температуре, чтобы крахмал там вышел, чтобы глюкан физически скажем так распался, чтобы вышел крахмал, он клеистеризовался и тогда его добавлять в общий затор с солодом сечменном чтобы поработали уже ферменты. тоже хорошая картинка вот это вот все шарики крахмала вот эти вот остатки желтые глюкановых оболочек пленочек растворенных все вот эти вот процессы при солодорощении примерно потребляют 12% от общей массы крахмала наша задача сделать эти потери минимальные для того чтобы минимизировать эти потери нужны несколько факторов то есть хорошее зерно отлежавшееся вылежавшееся правильное замачивание с аэрированием правильное пророст прорастание зерна при минимальных температурах потому что при высоких температурах эти процессы происходят очень бурно и быстро тут можно проследить процессы роста прорастающего ячменного зерна на первый день проклевывается корешок на третий день три корешка на пятый день начинают ветвиться и по корешкам в принципе можно смотреть стадии нашего проращивания взял килограмм ячменя думаю для нашего показательного эксперимента хватит не знаю яровое зимой шестирядный двухрядный ну скорее всего двухрядный сейчас мы промоем и попробуем прорастить а замерил маску для того чтобы потом высчитать нашу наш процент влажности сколько он набрал влажности потому что как мы помним надо для идеального прорастания и накопления максимальных ферментов где-то 43-48 процентов влажности все что у нас всплыло удаляем прошло два часа первого нашего замачивания сейчас будем сливать немножко аэрировать 15 минут дышать потом второй раз зальем уже с дезинфекцией а дезинфекцию будем использовать перекись водорода перекись водорода хороша тем что она не только обеззараживает и чистит зерно она еще очень хороший стимулятор роста она недозревшие зерна даже стимулирует то есть схожесть намного намного больше можно разными способами дезинфицировать можно марганцовкой перманганаткалия можно перекисью водорода можно хлорной известью хлорная известь надо очень очень хорошо вымывать запах хлорки перманганаткалия тоже очень хорошая штука ее надо 10-15 грамм на тонну на тонну воды очень эффективная штука буквально такой легкий розоватый оттенок воды и вот этой вот штукой заливать второй раз когда зерно уже напиталось немножечко раскисло пленочка грязная чтобы дезинфекция хорошо действовала и чистила это сейчас зерно 15 минут дышит потому что тут начинаются самые интересные процессы оно начинает оживать через зародыш растворяются вот эти фитогормоны гиберлины которые я рассказывал и вот эти фитогормоны начинают проникать в область зерна и начинают у нас активироваться наши ферменты так что потихонечку зерно начинает дышать дышать выделять мощный углекислый газ который надо своевременно отводить естественно чтобы оно не задохнулось 15 минут прошло собираем обратно весь наш ячмень вот у меня есть перекись водорода 35% вот наш калькулятор что считаем необходимый объем мы будем считать на литр то есть 1000 миллилитров искомая концентрация у нас 1% а исходная концентрация у нас 35% рассчитать значит нам на 970 миллилитров надо ну грубо говоря 30 миллилитров перекиси водорода с химикатами работаем только в перчатках вот 20 кубовый шприц перекись водорода 30% вот 20 миллилитров на 970 грамм и еще 10 все перемешиваем хорошо ну и заливаем нашим раствором дезинфицирующим наше зерно которое постояло уже 15 минут подышало вот теперь мы обеззараживаем и стимулируем реакция хорошая пошла у нас тут даже есть кукурузка оставляем еще на час для обеззараживания и стимуляции потом сливаем опять даем аэрировать 15 минут и опять замачиваем еще на час реакция идет полным ходом слышите звук перекись наша работает убивает все все патогенное убивает пахнет свежей соломой мокрой мокрой свежей соломой часик прошел еще замачивание с дезинфекцией с перекисью водорода промываем еще раз и аэрируем опять 15 минут водичка грязная все это смываем и опять рассыпаем дышать так 15 минут прошло собираем опять замачиваем еще на 1 час так ну и последний раз мы сливаем воду с первого замачивания так сейчас мы всю воду слили и замерим сколько у нас получилась влажность а у нас был ровно килограмм как мы помним ровно килограмм вот посмотрим насколько увеличилась влажность нашего солода получается 1355 грубо говоря на 35% ну примерно 35% у нас увеличивалась влажность нашего солода уже хорошо все первое замачивание у нас закончено 4 часа и теперь 20 часов воздушной паузы все рассыпаем 20 часов у нас зернышки наши дышат так ну вот 20 часов продышалось наше зерно теперь то же самое второй день час замачивания 15 минут дыхания час замачивания 15 минут дыхания и третий час замачивания и уже выкладка на проращивание так что делаем занимаемся вот росточки небольшие начали появляться так и последнее наше замачивание закончено сейчас пойдем проверим насколько напитало зерно ну вот отлично 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 ну что зерно наше набрало 50% влажности мы помним что для идеального проращивания и накопления всех нужных ферментов по максимуму нам надо влажность зерна от 43 до 48 процентов то есть все у нас практически идеальненько так что сейчас оставляем опять разравниваем зерно и оставляем его уже прорастать все необходимое у него есть пускай дышит растет прорастает ячмень плохой фуражный надо его просеивать было конечно покупал в магазине комбикорма вот не думаю что нормально будет прорастать но попробуем попробуем сначала выкладываем вот так вот вот такой горкой чтобы он меньше терял влаги и тепла эта дрянь осталась с каждым днем будем все больше больше вот так вот грядку эту распластывать и раз в день надо будет перемешивать первые дня три можно вот так вот увлажнять ячмень чтобы сохранять влажность не сильно просто чтобы восстанавливать а последние дни увлажнять не надо дня три последних вообще не рекомендуется увлажнять потому что лишняя влага способствует прорастанию там всяких грибков плесени перерастворению эндосперма тоже не очень хорошо поэтому последние дня три не будем увлажнять а первые да можно можно немножечко восстанавливать а то верхний слой сохнет температурка сейчас у нас 14 градусов 3 4 сутки идет проращивание нашего солода появились корешки уже по 2 по 3 по 4 иногда корешка пятый день нашего проращивания уже более-менее ну сверху немножко подсохло внизу влажность просто немножко перемешиваем верхний вниз нижний вверх все перемешали дальше растут дышат влажные пахнут огурцами хорошо а наличие огуречного запаха это очень хорошо это значит что у нас начали работать ферменты которые расщепляют жары липаза и липоксигеназа которые производят именно вот такой запах значит все идет у нас по плану хорошо а по длине корешка мы можем определить степень проращивания зерна когда корешок примерно в полтора два раза длиннее самого зерна значит все процессы там расщепления накопления ферментов на самом высоком уровне на этом этапе надо прекращать проращивание и высушивать солод у нас у нас на половину где-то зерна почти на некоторых почти на зерно вот еще пару дней наверное ждем и будем сушить зима в полном разгаре собачьи свадьбы у нас здесь по полной программе идут а мы пробиваемся к нашему солоду потому что он растет как весной вот так температура 10 градусов немножко немножко похолодало здесь в коридорчике поэтому замедлился рост чуть-чуть не так сильно ну то что нам и надо чтобы минимальный был процент потерь на корешки на листочки максимальное накопление ферментов и расщепление внутренних оболочек глюканов поэтому все по плану в принципе где-то так равномерное прорастание все нормально опять их немножко поворошим ну вот шесть дней начало седьмого корешки уже практически на длину зерна еще сутки двое и будем будем сушить ну что солод наш готов корешки уже больше самого зерна в полтора два раза некоторые что дает нам основание начинать уже сушку это очень удобная сушилочка для фруктов грибов всяких овощей трав ветерок называется ветерок два очень удобная регулировочка 30-40 градусов сушка 45-55 55-70 вот такие вот сито здесь одно на другое ставится очень удобно выкладывать и сушить так равномерно рассыпем ничего не проваливается все хорошо всего получилось 4 уровня включаем нашу сушилочку все отлично процесс пошел сушить будем часов 8-10 при температуре не выше 40 градусов потому что если сразу дать большую температуру то крахмал внутри влажный крахмал может заклистеризоваться стать таким полупрозрачным и высохнуть и получится такой стекловидный его называют стекловидные зерна которые потом невозможно осахарить они не дают нормального экстракта не дают выхода сахаров поэтому сначала высушиваем аккуратно до 40 градусов а потом уже высушиваем если зеленый солод при 70 градусах 80 градусах ну и потом идет обжарка уже тоже отдельная тема такой подвяленный корешков практически не видно они такие засохли это у нас 12 часов прошло я как раз переночевал нормально а тут все подвялилась и теперь можно у нас температуру увеличивать все пускай у нас высыхает как следует и превращается в солод настоящий прошли сутки на 70 градусах пришлось перенести в помещение более теплое потому что там пол холодной и как бы холодным таким воздухом 30-40 градусов оно и продолжало он так подвялился немножечко но не был сухой и вот занес и практически сутки он у меня стоял на 70 градусах тут конечно поставлена температура но здесь конечно солод не очень скажем так и горячий получается подвялился он хорошо корешки отпадают засохли так более-менее сухой получился сито тут отличное можно прямо здесь корешки убирать отлично отличный отличный солод получился сразу же сразу же и сито у нас получилось отличный отличный зеленый солод все ненужное корешки мелкие непроросшие зерна обломки ячменя все это в сторону пахнет солодом но это такой у нас получился зеленый солод скажем так амилолитический солод ферментативный тут при минимальной температуре даже меньше с учетом холодного такого помещения даже меньше 70 градусов происходила сушка и поэтому все ферменты у нас в большинстве в таком сохранились дальше можно этот солод сушить при 80 градусах при 90 при 100 при 110 и каждая сушка будет свой солод более темный получаться пилснер плл венский мюнхенский ну и так далее чем выше температура сушки тем меньше остается ферментов вот табличка которая показывает очень хорошо сколько остаются у нас ферментов уже в готовом солоде при определенной температуре сушки то есть у нас их остается от того что было в прорастающем солоде совсем немножко но вполне достаточно чтобы осахарить наш затор и прекрасно понятно что чем выше температура сушки обжарки тем меньше 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 становится ферментов тем меньше его можно закладывать в засыпь чтобы не было у нас не сахарного затора большую часть большую часть надо закладывать солод который подвергался низкой температурной обсушке вот подготовил три вида солода один мой другой украинского производства и третий немецкого производства угадайте где какой солод ну естественно правильно вот это мой солод который я приготовил вот это украинского производства Вот это немецкий. Смотрите, вот что значит качество. Зерна все, все однородные, одинаковые. Здесь, что попало, видать, не просеивали. И мелкие, и крупные, с грязью какой-то. Здесь все беленькое, видать, хорошо. Его промывали, дезинфицировали, отбеливали, лишних танинов нету. Все это очень-очень хорошо сделано. Ну и, конечно, наш солод. Такой же, как местный. Но еще такой зеленоватый, с зеленоватым оттенком, потому что я его не жарил. Не обжаривал при высоких температурах. Он у меня максимум на 70 градусах, 75, по-моему. Еще такой зеленый, скажем так, амилолитический солод получился. Ну что, нормальный солод должен крошиться. Вот так вот, а под ногтем показывает, что эндосперм полностью растворен. И солод готов к осахариванию. Прям тверденькие такие. Вот, классно все. Да. Этот тоже такой же должен быть. Прям не разламывается. Намного грубее получается, тверже. Тоже разламывается. Видно, что некоторые прям не разламываются. Некоторые разламываются. Нормально это, да. Ну, более-менее, скажем так. Ну, как наш. Как наш солод. Тоже самое. Хорошо разламывается. Готов к употреблению полностью. Все отлично. Ну, вот так в сравнении выглядит солод. Солод. Мой не хуже, я думаю, чем украинский заводской. Ну, естественно, мирового уровня. Солод намного круче. Солод намного круче. Потому что чисто пиловаренный ячмень. Калиброванный. Калиброванный, просеянный, провеянный. Зернишко все ровненькие. Хорошо все сделали. Здесь явно видно, как и мой такой же фуражный. В магазине, видать, покупали комбикорма и проращивали. Тоже разнокалиберные зерна с грязью. Там попадаются иногда и семечки, и кукурузы попадаются. Как и у моего. Ну, в принципе, не хуже, чем производственный, местного производства солод получился. Ну что, подытожим. Для солода, конечно, брать лучше ячмень свежий. Отлежавшийся не меньше 6-8 недель. С процентом белка не больше 11,5-12%. Без всяких примесей. Более-менее целый. Конечно, хорошо просеять, провеять его. Вот, от всяких излишков. Вот, процент воздушных пауз при замачивании доходит до 80%. То есть, хорошее аэрирование обязательно, обязательно. В процессе того, как зерно набирает влажность и оживает, процесс дыхания очень-очень-очень сильно увеличивается. Вот здесь покажу табличку, как при возрастающем проценте влажности увеличивается количество дыхания и выделение углекислого газа. Это все надо очень учитывать и своевременно аэрировать, давать продышаться, вентилировать это зерно, чтобы оно не запрело, не задохнулось и не было всяких там внутриклеточных ядов, бяка, альдегидов и всякой дряни. Вот, обязательно аэрирование. На больших производствах там, конечно, огромные чаны стоят. Там и даже во время замачивания идет барбатирование, идет воздухом. То есть, постоянно вода замочная, которая замачивается, она насыщается кислородом. А вот при первичном замачивании они сразу здесь замачиваются, потом вода сливается и здесь же аэрируется? Конечно, здесь промывается. Все очень интенсивно промывается, потом сплотная коробка сверху, через перелив грязная вода сливается, потом обратно она вся. Это 48 часов это происходит. То есть, абсолютно весь технологический процесс, этот режим прописан, и это все делается. И все равно потом сливают, через несколько часов сливают воду и просто продувают зерно воздухом в сухом виде. Потом опять замачивают. То есть, обязательно чередование замачивания и дыхания. Ну, в нашем случае у нас же нету таких приспособлений, которые снизу подавали воздух. Поэтому примерная таблица замачивания у нас такая. То есть, пара часов, аэрация, час аэрация, час аэрация, потом 20 часов аэрация, насыщение влагой, которая остается на зерне, дыхание, удаление дыхания, потом опять замачивание. То есть, ну, все как и должно быть. Кстати, вот нашел хорошее видео по самодельной установке для барботирования зерна. Очень может многим пригодиться. Вот здесь мы видим нашу так называемую барботажницу. Здесь стоит фильтр для отвода воды, уже использованной. Вот. И здесь ровное гладкое дно, в котором насверлено отверстия, миллиметровые, через которых проходит воздух. Там запаяна, залита какая-то труба. Вот оно насыщается кислородом очень хорошо, промывается. Да, и это вот просто аэрация такая же. Да, идет продувка воздуха, но и за одно зерно накупает. Но благодаря продувке воздуха оно не просто каплющик, оно уже накоплено, что вы видите. А вот на этот объем уровень воды выше уровня сухого зерна, условно сухого, сейчас зерна. Ну да. Вот примерно на какая высота уровня воды здесь? Около 3-4 сантиметров. То есть оно уже абарботировалось? Да, оно абарботировалось всю ночь, всю ночь и вот утром мы заходим нас в другую дачу. Все зерно, ближе, дальше нет. Все зерно, оно, в общем-то, на клюну, на утром. Что мы и хотели получить. Ну вот очень-очень хорошая, удачная установка. Позволяет замачивать зерно без, скажем так, аэрации в сухую. Постоянно насыщается вода воздухом, кислородом. Зерно дышит сразу под водой и практически ускоряется намного процесс проращивания. Еще важный очень момент температура проращивания. Температура воды при промывке и замачивании должна быть в пределах 12-15 градусов. А температура проращивания в общем должна быть не меньше 10-ти градусов и не выше 18-ти градусов. Если меньше 10-ти градусов, там замедляются все метаболические процессы и солодноращение будет очень-очень долго происходить или вообще может замереть. А если больше плюс 18-ти градусов, там уже начинает развиваться всякая гнилостная микрофлора, грибковая, ну всякая дрянь, которая нам тоже не нужна. Поэтому идеальная температура 12-15 градусов для проращивания. Обязательно дыхание. Помните, это живой организм, не надо его укутывать ни в какие тряпки, ни в чего. То есть наложили там в ящик сантиметров 15-20 или в грядку такую наложили. Обязательно его надо ворошить. Первый раз через 6 часов, как выложили. И потом каждые 12 часов обязательно его надо ворошить, перелопачивать, чтобы внутри зерна не запревали, а тоже дышали. То есть постоянная-постоянная надо аэрация. Так что делайте все по правилам, и будет вот такой солод.